Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова после выходных мы с вами принимаемся за спекуляции на финансовых площадках, продолжаем следить за нашими долгосрочными инвестиционными идеями и анализировать в максимально детализированной форме все отчеты событий, которые на рынках происходят. Текущая неделя это, безусловно, работа в основном с тем фундаментом, который у нас сложился на неделе минувшей. И это будет справедливо, я думаю, не только для котировок нефти, уже постфактум принятого решения, на которое мы с вами изначально и закладывались, о росте объемов добычи нефти в пределах 1 миллиона баррель. Это будет справедливо также и для ряда других активов, среди которых хайкевра, которые, я не сомневаюсь, продолжат еще резонировать от того, что мы услышали о драге. Это будет справедливо и для канадца, который сейчас ищет для себя, скажем, вдохновение для движения, либо все-таки в том, что происходит с нефтью, либо в национальной статистике, которая влияет на будущее решение по процентным отставкам. Также это справедливо, друзья, и для британской валюты, потому что мы закрываем месяц, соответственно, уже совсем скоро мы будем говорить о событиях июля, ну а там будет рукой подать до августовского заседания Банк Англии, которое, я думаю, что изначально как рассматривалось, так и будет продолжать рассматриваться, как то самое временное, скажем, событие, которое будет связано с ростом процентных ставок. Ну и, конечно же, мы следим еще за тем, что происходит с другими финансовыми инструментами. Я не часто, скажем, касаюсь активов того же самого новозеландского доллара, австралийца, но как только есть фундамент, который позволяет нам обратить внимание на них, мы это непременно делаем. Текущая неделя по событиям явно не блещет чем-то супер-классным. Первые два дня и вовсе пустой экономический календарь, при этом более-менее интересные поводы будут поступать на рынок только в среду, когда нас ждет сразу две пресс-конференции руководителя Банка Англии и Банка Канады. Также несколько релизов по штатам уже ближе к концу недели и в пятницу, среди которых особое место занимает индекс расходов на личное потребление. Это традиционный отчет, который выходит вкупе с динамикой по личным доходам и личным расходам. Сейчас на статистику важно обращать внимание, потому что мы тоже с вами уже готовимся к следующему заседанию американского регулятора и продолжаем в статистике искать подтверждение слов прошлых Джерома Паула, который возглавляет американский регулятор, о том, что ставки будут неуклонно повышаться. И дальше, потому что американская экономика сейчас борется, скажем, с одним риском, по мнению важного Джерома Паула, это проблема потенциального перегрева. И чтобы его не допустить, конечно же, политика должна быть максимально адаптивной. И в данном случае, сравнивая тот курс, который проводится с макроэкономическими отчетами, мы всегда говорим с вами, что условия есть для того, чтобы ставки повышались и разгонялись, собственно, дальше. Ну, давайте теперь подробнее. Нефть. Рынок нефти, волатильность торговой сессии пятницы. Значительно, я думаю, что как минимум на этой неделе мы будем вновь и вновь возвращаться к теме решения ОПЕК, которая связана с увеличением совокупного объема добычи. Давайте вспомним, как это было и на что мы рассчитывали, на что мы настраивались. Мы не питали каких-либо иллюзий о том, что по какой-то причине можно сохранить сделку в неизменном формате. Мы стали искать причины для того, чтобы производство нефти увеличилось очень-очень давно. И, как вы помните, у нас было несколько объяснений того, что производство нефти нужно увеличить. Во-первых, если уж ОПЕК, скажем так, страны ОПЕК+, действительно радеют за то, чтобы сохранить баланс на рынке черного золота, то с учетом того снижения производства, которое было продемонстрировано в отдельных странах, это Венесуэла, Ливия, Нигерия, потенциально мы еще говорим об Иране. Хотя там, если спад и произойдет, то его нужно ожидать не раньше конца 2018 года, в ноябре начнут действовать новые финансо-экономические санкции. Но, признаю, многие компании уже трохнули прилично, боятся Соединенных Штатов Америки, то, что санкции каким-то образом, случайно или не случайно будут транслироваться на них, если они не свернут свою деятельность на территории этого ближневосточного государства. Но эти страхи, конечно же, оправданы и обоснованы, потому что для корпоративного сектора, прежде всего, что имеет значение, это получение прибыли и дохода. Поэтому, когда возникает какой-либо геополитический фон, и уж тем более серьезный политический риск, его лучше сразу же гасить в зародышевом состоянии, в данном случае, чтобы не нервировать США. Я уже говорил, многие европейские компании уже практически приосновили работу над многими проектами, а некоторые и вовсе вышли с этого рынка. И несколько компаний как раз и специализировались на том, чтобы обеспечивать хорошей, надежной инфраструктурой, транзит нефти с этого государства. Поэтому и есть риски того, что Иран это тоже тот регион, который в конце концов станет причиной определенной нехватки предложения. Поэтому, учитывая то, что мировая экономика может не досчитаться нефти в перспективе ближайших шести месяцев, и было, собственно, принято решение, о котором вы все уже знаете, увеличить показатели нефтедобычи. Хотя, на мой взгляд, основной фактор и основной повод, почему это решение было принято, это все-таки страх перед экспансией американских производителей, но об этом мы также очень много говорили. В каком формате было принято это решение, я все же отмечу, что решение очень хитрое. Во-первых, страны не просто пересмотрели квоты, которые действуют для отдельных регионов и, скажем, распределили их соразмерно с теми показателями, которые добываются. Ближний Восток в целом и Саудовская Аравия, которая была лоббистом этой идеи, использовали очень витиеватые формулировки. То, что не нужно даже повышать производство нефти как таковое. Достаточно просто исполнять обязательства в формате прежних договоренностей всего лишь на 100%. То есть, вы помните, что каждый раз, каждый месяц, когда мы с вами анализировали то, насколько страны соблюдают вот эти квоты в рамках экономического пакта, были периодические заявления о том, что страны перевыполнили нормы. Там Саудовская Аравия бывала даже 137%. То есть, тут очевидно, отдельные страны ближневосточного картеля и даже Россия, по некоторым заявлениям, тоже соблюдала эти обязательства как минимум на 100%, но и сокращала даже еще больше. Сейчас было решение следующее, что не нужно перевыполнять эти договоренности, нужно просто соблюдать их на 100%, и таким образом с рынка будет убрано от 700 тысяч до миллиона баррелей вот этого дополнительного перепроизводства, которое было. Что касается еще одной очень хитрой формулировки, то, что Саудовская Аравия отметила, отметила, что не будет увеличивать добычу на точное число баррелей, то есть, конкретные цифровые показатели не назывались. Я тоже считаю, что как раз в этой формулировке в конце концов и будет заложен в ближайшее время основной посыл новых договоренностей, который фактически будет позволять странам ОПЕК+, увеличить производство настолько, насколько они хотят. И при этом никто из них не нарушит ни единого обязательства и договоренности, потому что, как таковых, конкретных цифр не озвучало. Почему такие не совсем очевидные формулировки? Ну, конечно же, мы должны понимать, что Ближний Восток, как ни крути, но заинтересован в высоких ценах на нефть. И, возможно, меньше всего, что они сейчас хотели, так это принять решение, которое вызовет страшную панику на рынке нефти и спровоцировать серьезные распродажи. Поэтому они зашли, скажем, с тыла, они дали решение, на которое мы с вами настраивались, но немножечко скрыли его истинный посыл. Я считаю, друзья, то, что мы должны зрить в корне, в данном случае просто понять, что сам факт увеличения нефтедобычи, он уже означает, что сделка энергетического пакта, которая действовала с конца 2016 года, она уже будет не такой, как раньше. А поэтому при сохранении, опять же, высоких показателей нефтедобычи США, совершенно очевидно, что на рынке еще нет условий, при которых американские производители могли бы чего-то испугаться, либо могли бы столкнуться с ценовой конъюнтурой, при которой производство нефти было бы невыгодно, ну, в данном случае сланцевая добыча. Поэтому американцы будут забрасывать рынок нефтью в том количестве, в котором забрасывали ранее, показатели роста будут увеличиваться. Параллельно с этим мы уже говорим о том, что вырастет добыча нефти странами Саудовской Аравии, России, и как ни крути, в конце концов, через несколько месяцев это снова станет причиной того, что в мировой экономике показатели мировых запасов начнут опережать среднее значение за последние пять лет. Вот почему наш изначальный посыл был на то, чтобы нефть продавать. Я считаю, что сейчас мы получили мощный долгосрочный фактор того, что котировки в нефти должны обозначить для себя дорогу для развития нисходящего тренда. Поэтому я крайне удовлетворен тем, что было принято в качестве заседания решение на заседание в пятницу. И считаю, друзья, что отныне мы можем с вами искать уровни для долгосрочных продаж и быть абсолютно уверенными в том, что нефть достигнет сначала и 70 долларов за баррель, а потом закрепится еще ниже. Российская валюта 62,87. Я думаю, что по мере дальнейшей более выраженной динамики котировок нефти рубль также пройдет в движение. Девалюация потенциала сохраняется. И продолжаем ждать прежних ориентиров 64,65. Доллар японской иены 109,50 сейчас котировки. Почему доллар никак не может выбраться вперед? Да потому что все еще актуальны рыночные опасения и страхи, связанные с торговым противостоянием, который продолжается между, я даже не буду говорить США и Китаем, я скажу Соединенными Штатами Америки и всей мировой экономики. Соответственно, если в ближайшие дни новостной фон не изменится, то даже отсутствие новостей будет восприниматься как период усиленной неопределенности, потому что никто не знает, когда Трамп отличится очередным твитом, который будет восприниматься как еще один виток эскалации торговой напряженности. Пока не будет позитивных комментариев, да, мы можем говорить о том, что потенциал роста доллара сохраняется, фундаментально это действительно так, со ссылкой на американскую экономику, но доллару очень трудно соперничать с защитными инструментами, даже сейчас мы видим, как на азиатской сессии, можно сказать, уже на европейской сессии, большим спросом пользуется именно японская валюта в паре доллар-иена. Я предлагаю, друзья, ориентироваться на уровень 108,80, и если пара доллар-иена подберется к этой планке, покупать уже оттуда. Напоминаю, что мы с вами ждем несколько важных отчетов на этой неделе, это заказы на товары длительного пользования, потом в четверг у нас темпы экономического роста, годовые данные по ВВП, и в пятницу блок статистики активности потребителей от личных доходов, от личных расходов до, собственно, такой детальной оценки того, что происходило с базовым значением этого индекса. Это, между прочим, самый важный отчет этой недели, потому что базовое значение индекса расходов на личное потребление – это важнейшая компонента роста инфляции. Но, надеюсь, вы все помните, с инфляцией проблем сейчас в Штатах нет ровным счетом никаких. Вот почему представители ФРС две недели назад были абсолютно уверенными в том, что достигнутая цель по индексу потребительских цен будет сохранена. То есть, показатели удержат в районе 2%, и поэтому нет причин, чтобы отказываться от более агрессивных темпов повышения процентных ставок. Евро против доллара. Напоминаю, что на прошлой неделе мы практически снова коснулись поддержки 1.15, но потом на слабости доллара европейская валюта немножко выросла 1.1650 сейчас котировки. Я считаю, что можно продавать евро с уровня 1.1680. Почему я в этом абсолютно уверен? Потому что у нас, благодаря драге, есть четкое понимание, что при ухудшении показателей экономики Европейский центральный банк может быть и пересмотрит свое решение о том, что программа количества смягчения должна быть завершена к концу этого года. Но более актуальный, скажем, новостной фон, на который сейчас лучше делать ставку, это все же явное ухудшение торговых отношений с Соединенными Штатами Америки. Все началось с того, что на прошлой неделе было принято решение Европейского Союза ввести ответные санкции, точнее импортные пошлины на ряд американских экспортных товаров. Речь там шла о пошлине 25%. Мы эту тему немного развили и отметили, что Соединенные Штаты Америки, скорее всего, довольно быстро и однозначно дадут понять валютному блоку, что такой способ ведения переговоров – это то, что для Европейского Союза будет изначально проигрышным. И вот, собственно, как по нотам, друзья, как и всегда, пятница, скажем, тот день, когда Трамп радует всех своих фанатов твитами, в данном случае Дональд Трамп отметил, что даже, можно сказать, пообещал, если уж говорить о дословном переводе, ввести дополнительные пошлины в адрес Европейского Союза, и эти пошлины уже будут касаться автомобильной продукции. Речь идет о 25%, по-моему, процентах пошлинах. Давайте попробуем чуть копаться сейчас в цифрах. Если действительно это решение будет принято, то европейские автомобили на американском рынке вырастут в диапазоне 10-15 тысяч долларов. И, возможно, это станет причиной, точнее, невозможной, а 100% снижения спроса. Может быть, даже спрос по предварительным оценкам просядет в два раза с текущих показателей дохода, которые получают европейские производители, 55 миллиардов долларов в год. Соответственно, показатели могут стать в два раза меньше. Это серьезный удар, конечно же, по промышленности Европейского Союза. И достаточно посмотреть на то, что происходит с капитализацией крупнейших автогигантов и то, как на эти новости реагируют, собственно, котировки этих компаний. Они явно сейчас дают позиции, и этот тренд, как тенденция, она будет продолжена дальше до тех пор, пока картина не прояснится. Но у нас нет новых новостей каких-то. У нас нет причин говорить о том, что вот эта напряженность смягчилась, и стороны все же осознали необходимость проведения конструктивных переговоров, вместо того, чтобы вот так вот взаимно огрызаться. В данном случае конфликт сохраняется, и именно по этой причине я считаю, что сам факт конфликтности, он уже не создает причин для роста евро, а напротив, выступает еще одним фактором, почему нужно использовать более-менее нормальные откаты евро против доллара, для того, чтобы встать в продаже по более комфортным и перспективным уровням. Британская валюта. Наконец-таки мы восстановились с минимальных уровней, которые были фиксированы ниже отметки 1.32 еще на прошлой неделе. Произошло это благодаря поддержке решений ряда голосующих членов Банк Англии относительно повышения процентных ставок. Сейчас из 9 голосующих членов уже трое выступают за то, что ставки нужно повышать. Нам как раз это изменение расстановки силы было необходимо. Мы получили небольшую отдушину. Да, она еще не настолько мощная, чтобы можно было говорить о полноценном развороте пары фунт-доллар. Но я надеюсь, что по мере выхода дальнейших отчетов, я надеюсь, что как раз в тот момент, когда в эту среду будет выступать председатель Банка Англии Карни, мы получим очередной сигнал о том, что Банк Англии будет стараться поддерживать потребителей. Для того, чтобы это было возможно, нужно сейчас объявить войну высоким значением инфляции. Для того, чтобы это сделать, достаточно начать проводить более жесткую монетарную политику. То есть идея остается прежней. Австралийцы котировки 0.74.14 сейчас. Ждем, как и раньше, цель 0.73. Я думаю, что как раз дополнительному новостному фону, который будет предполагать и будет связан с новым витком эскалации торговой напряженности в отношениях США и мировой экономики, этого будет достаточно, чтобы спровоцировать еще один виток нисходящего ралли по австралийцу. По Новозеландску ситуация, в принципе, похожая. Мы на 100 пунктов отстаем от цели. Сейчас котировки примерно 0.69, мы с вами ждем ориентируем 0.68. Но я думаю, что шансов добраться до этого уровня на этой неделе для новозеландца выше, чем у австралийцев, к примеру. Почему? Потому что на этой неделе состоится заседание Озерного банка Новой Зеландии. Ставку оставят на прежнем уровне 1.75%, но, как вы понимаете, риторика будет исключительно мягкой из-за, опять же, вот этой торговой мировой неопределенности. Поэтому я советую тех, кто торгует новозеландцем, все же быть уверенным в том, что цель эта будет достигнута. Ну и по мере теста уровня 0.68 можно будет уже фиксировать, конечно же, наши долгосрочные короткие позиции. Доллар канадец high прошлой недели 1.3380, после этого последовали серьезные распродажи. Поначалу канадский доллар, собственно, просел, отреагировав на слабые данные по уроничным продажам и индексу потребительских цен. После этого канадский доллар смог перехватить инициативу у продавцов, укрепился благодаря тому, что выросли цены на нефть. Мы с вами про нефть уже, друзья, поговорили. Я отметил потенциал коррекции, потенциал снижения и отметил то, что дальше мы, скорее всего, будем отыгрывать уже те решения, которые были приняты. А это решение роста производства, которое явно не создает ничего хорошего для долгосрочных ожиданий по нефти. По канадцу, думаю, что можно снова возвращаться к продаже этого актива, соответственно, к покупкам доллар канадец. Но делать это будем только после того, как пара закрепится выше отметки 1.3320. То есть, видя потенциал, который сейчас скрывается в этой валютной паре, даже при том, что мы уже с вами сделали хороший профит, я думаю, что отказываться от торговли этим активом мы с вами не будем. Напротив, дождемся как раз вот этого уровня. Надеюсь, тогда и фундамент будет располагающим для дальнейшего роста. Ну и присоединимся к прежнему восходящему ралли. И еще пару слов про фондовый рынок. По S&P я рекомендую сделку селлимит с отметки 2760 пунктов. По немецкому индексу ГЕР-30 селлимит с отметки 12750. Здесь ставку я делаю на тот же самый фундамент, который уже был отмечен. Это рост торговой неопределенности. И рынки фондовые, как, пожалуй, самый лучший индикатор спроса на рисковые активы, ну уж точно вряд ли смогут выиграть в том случае, если на рынке появятся очередные негативные комментарии либо новости со ссылкой о том, что Соединенные Штаты Америки проводят все более и более очевидную протекционистскую политику. Вижу, как и раньше, много возможностей, чтобы заработать на снижение фондовых индексов. Но торопиться, конечно же, прямо в моменте, какого-то позиции не нужно. Уровни я обозначил. Давайте дождемся теста этих рубежей и будем, собственно, продавать. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Особенно большое спасибо тем, кто присоединился к прямому эфиру через приложение Перископа. Напоминаю, что прямые эфиры у нас проходят каждый день в 9.30 по московскому времени. Сразу же после того, как эфир завершается, мы выкладываем запись на наш канал на YouTube. Поэтому, если не было возможности посмотреть в прямом эфире, ничего страшного. Брифик актуален практически весь день. Вы можете посмотреть уже записи. Ну, на этом все. Удачи и хорошей вам торговой недели. Не забывайте про важность контроля рисков. И не забывайте про важность растопления стоповых ордеров, в данном случае стоп-лоссов. Всего доброго. До свидания.